Здравствуйте, друзья! Алена Косторная, российская фигуристка, чемпионка Европы, рассказала, чем отличаются женщины и мужчины на должности тренера, а также объяснила, почему, по ее мнению, в России фигуристки более успешны, чем фигуристы. Именно с тем, что тренеры женщины более жесткие, чем тренеры мужчины, Алена связывает успехи российских фигуристок. «Есть такое, что они жестче мужчин, наверное, поэтому и девочки у нас сильнее мальчиков», рассказала Косторная в интервью RT. По мнению Алены, многие женщины могут поставить на место без оскорблений и криков. В качестве примера фигуристка привела Елену Жгун. Тренер ни разу за всю работу с Косторной не позволила себе грубого слова. «И пусть Елена внешне была тоненькая и маленькая, но когда ей что-то не нравилось, она подъезжала вплотную и говорила грозно, переходя на шипение. Это был самый мой странный детский страх, да и сейчас она тоже иногда возникает, когда приходится общаться», рассказала Косторная в интервью RT. Не думаю, что так просто можно объяснить успехи фигуристок. Например, у Елизаветы Токтамышева главный тренер – мужчина, зато у Этери Тутберидзе в группе есть мальчики, но настолько высоких результатов, как у девушек хрустального, они пока достичь не могут. По-моему, очевидно, что успех зависит не только от гендера тренера. Куда важнее талант специалиста, умение находить рычаги влияния спортсмена, качественно подобранный тренерский штаб, условия и конкуренция в группе.